В рамках космической миссии «Марс-2020» марсоход «Парсаверенс» 18 февраля 2021 года приземлился на Красную планету после запуска с мыса Канаверал 30 июля 2020 года, что было широко освещено в прессе. Теперь первые звуки с поверхности Марса прибыли на Землю вместе с потрясающими изображениями. Если вам нравятся наши видео, поддержите нас, пожалуйста, нажав на иконку с большим пальцем вверх, а также подпишитесь на SimpliSpace и следите за появлением новинок, которые мы для вас готовим. План и цели миссии на Марс Миссия на Марс марсохода «Парсаверенс» является частью экспедиции НАСА по исследованию космоса и, в частности, планеты Марс. Одна из основных целей — изучить горные породы планеты, чтобы получить важные геологические данные. Это может привести к открытию возможной жизни на Красной планете или к более тщательному исследованию прошлой жизни. Миссия также служит для подготовки к пилотируемой миссии на Марс, которая, как ожидается, состоится после 2030 года. Миссия «Марс-2020» была запущена 4 декабря 2012 года. По мере выполнения миссии научные инструменты для исследования поверхности Марса были тщательно отобраны и установлены на марсоходе. Дельта реки возрастом около 3,5 млрд лет была выбрана в качестве места высадки, хотя также рассматривались плато с гидротермальными жерлами или высохшее озеро, которое когда-то было 820 футов глубиной. Другая цель — найти возможную жизнь на поверхности Марса. Поэтому необходимо было позаботиться о том, чтобы марсоход прибыл на планету без микробов. В противном случае могла бы быть найдена жизнь, которую принёс сам марсоход. Другой задачей было выбрать подходящую ракету-носитель для космического зонда. В итоге выбор пал на ракету «Атлас-5-541», которая обеспечивает хорошее ускорение за счёт четырёх твердотопливных ускорителей и верхней ступени «Центаур». Марсоход наконец-то стартовал с 41-й стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июля 2020 года и прибыл на Красную планету 18 февраля 2021 года. Встреча марсохода с Марсом Посадка на Марс произошла полностью автоматически 18 февраля 2021 года, потому что задержка передачи радиосигнала в 11 минут не позволяет дистанционно управлять ею. Этап, который отвечал за приземление, способен обнаруживать препятствия и даже перемещать посадочную площадку почти на тысячу футов во всех направлениях в случае каких-либо несоответствий. Для стабильной посадки зонд был оснащён воспламенителями, которые прижимали его к поверхности и предотвращали опрокидывание зонда. Это было бы более чем неприятно после целых шести месяцев путешествия. Зонд приземлился в кратере с небольшими обломками породы и крупными камнями. В ходе своей миссии он будет исследовать расположенное поблизости русло реки, что может дать много сведений о возможной жизни. Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter служил ретрансляционной станцией во время посадки, поскольку он связан с Землей через дальнюю космическую сеть. С тех пор эту роль взял на себя орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Первые звукозаписи, о которых мы поговорим позже, были выпущены 22 февраля 2021 года. Инструменты на марсоходе. Марсоход имеет шесть колес и приводится в движение электродвигателем. Следовательно, на нем достаточно места для многих исследовательских инструментов, которые анализируют среду и материалы, окружающие аппарат, и отправляют эти данные на Землю. Двадцать три встроенных камеры и два микрофона отвечают за запись изображения и звука с поверхности Марса. Кроме того, на борту есть следующие инструменты. MastCam-Z – камера высокого разрешения, которая может снимать широкоугольные изображения, а также имеет зум-объектив. SuperCam – состоит из четырех спектрометров, которые могут анализировать горные породы и почвы. Кроме того, этот инструмент можно использовать для определения биологических признаков в горных породах и, таким образом, обнаружения возможных микробов на Марсе. Как уже упоминалось, важно, чтобы микробы не попадали на Марс с самого марсохода. В противном случае собственные микробы марсохода могут быть диагностированы Землей как марсианские, и это вызовет ложную тревогу, подогретую СМИ. Данный прибор был разработан национальной лабораторией в Лос-Аламос, Мексико, с помощью французского космического агентства и нескольких университетов. Пиксел – это рентгенофлуоресцентный спектроскоп с камерой высокого разрешения, предназначенный для определения состава поверхности Марса. Он может идентифицировать различные элементы, поэтому, оглядываясь назад, породы красной планеты можно было бы сравнить с породами, найденными на Земле. Можно было бы найти возможное общее происхождение. Данный прибор разработала само НАСА. Шерлок – это спектрометр, который точно определяет минералогические и органические соединения, поэтому он имеет такое же название, что и пиксел. Геология этой планеты находится в центре внимания, потому что исследователи хотят получить знания о её истории, поскольку, хотя сейчас на Марсе может и не быть жизни, в прошлом там была жидкая вода, так что есть значительный шанс, что на планете когда-то была жизнь. Мокси более детально изучает атмосферу. Он может преобразовывать уже присутствующий углекислый газ в кислород, который он выпускает обратно в атмосферу. Меда также изучает атмосферу. Однако он разбивает частицы пыли на их геологические компоненты, а не на газы. Он также регистрирует направление и скорость ветра, давление воздуха, относительную влажность, температуру воздуха, температуру почвы, определенные диапазоны ультрафиолетового излучения, видимого излучения и инфракрасного излучения, что делает его одним из самых важных инструментов. На борту также много других датчиков, таких как датчик радиации и пыли, датчик влажности, инфракрасный датчик и несколько датчиков температуры воздуха, скорости и направления ветра. Вертолетный дрон Также на борту ракеты находится беспилотный вертолет, первый дрон, когда-либо использовавшийся для такой цели. Так называемый вертолет Марс работает от солнечных батарей. На Земле он весит около 4 фунтов, на Марсе всего полтора из-за меньшего гравитационного притяжения. Лопасти ротора имеют длину 3,9 фута и вращаются со скоростью около 3000 оборотов в минуту, что необходимо для взлета в разряженной атмосфере. Дрон не имеет фотоаппаратов и служит только тестовым объектом для будущих экспедиций. Возможные последующие миссии Как упоминалось ранее, данная миссия также служит для подготовки нас к пилотируемой миссии на Марс. Учитывая, что время полета современных ракет составляет около 9 месяцев, вероятно, потребуется еще как минимум 10 лет, прежде чем первая ракета будет запущена на Марс. Тем не менее, в рамках программы Марс-2020, прежде чем человек ступит на Красную планету, последует еще больше беспилотных миссий. Кроме того, рассматривается вторая миссия по доставке собранных пород на Землю. То же самое произошло при высадке на Луну. Несколько образцов весом около пяти унций будут взяты и индивидуально упакованы в 43 контейнера на борту. На Земле породы и другие материалы можно исследовать гораздо точнее. Это связано с тем, что большое и тяжелое исследовательское оборудование часто не помещается в ракету, потому что оно очень громоздкое и требует слишком много топлива для перевозки. Аппараты, которые действительно могут точно анализировать материал, находятся на Земле. Так что так называемая обратная миссия имела бы смысл. Изображения и звукозаписи с марсианской поверхности 22 февраля 2021 года на Землю прибыли первые изображения и звукозаписи с поверхности Марса. Их сделали в кратере Эзеро, куда приземлился марсоход. На фото виден серый, каменистый и несколько холмистый пейзаж. Кроме того, на звукозаписи слышен легкий ветерок. Американское космическое агентство НАСА получило много поздравлений по этому поводу, в том числе от нынешнего президента США Джо Байдена, который назвал посадку исторической и подчеркнул американскую изобретательность. Однако, можно сказать, наверняка, изображения уникальны и, безусловно, заслуживают положительного отклика. Идеи для науки Несомненно то, что наука уже получила из экспедиции много новаторских идей. Прежде всего, конечно, на переднем плане находки о Марсе. Мы многое узнаем о его истории, геологическом составе, атмосфере и возможной биологической жизни. Последнее особенно важно, поскольку с новыми фактами можно сделать много выводов о возникновении жизни на Земле. Кроме того, космические путешествия также значительно продвинулись в результате марсианской экспедиции. Марсоход должен сначала проявить себя, но в случае возникновения ошибок накопленный опыт может быть учтен при разработке будущих проектов. На наш взгляд, экспедиция на Марс огромный шаг в освоении этой планеты. Это дорого и требует много времени, но в будущем Марс может стать планетой, на которой будут жить люди. Учитывая, что мы все активнее эксплуатируем ресурсы нашей Земли и рискуем существованием других видов и комфортным климатом, стратегия колонизации Марса могла бы стать частью решения. Кроме того, видео выглядит просто потрясающе. А что вы думаете? Считаете ли вы, что исследование Марса имеет смысл, и что бы вы сделали, если бы у вас была возможность стать первым человеком, ступившим на Марс? Сообщайте нам об этом в комментариях и благодарим вас за проявленный интерес.